В администрации Ленинского городского округа благодарственными письмами в очередной раз наградили волонтеров, которые в дни карантина и пандемии коронавируса безвозмездно помогали нуждающимся – пожилым людям, одиноким пенсионерам, ветеранам и инвалидам. Вот сейчас, когда лица уже светлые, когда мы можем немножко расслабиться, но окончательную ситуацию, конечно, не отпуская, мы можем честно сказать спасибо, можем взглянуть в глаза, и чтобы Родина, страна и наш, пусть большой, небольшой, но городской округ узнал в полной мере, поздравил своих героев. Спасибо вам огромное человечеству, но это с своей стороны самое малое, что мы можем для вас сделать. Спасибо. Около 200 человек вошли в волонтерский корпус при общественной палате муниципалитета. В течение двух месяцев велась работа по нескольким направлениям – формирование и развоз гуманитарных наборов от губернатора, помощь медицинским учреждениям, доставка льготных лекарств нуждающимся, а также продуктовых наборов от подпринимательского сообщества. В среднем где-то порядка 60-70 адресов группа волонтеров медицинского направленности закрывала по развозу врачей и льготных препаратов, которые были положены. Продуктовых наборов у нас больше трех тысяч точно было сформировано самостоятельно и доставлено до адресатов совместно с поселениями. Еженедельно, наверное, порядка 250-300 было онлайн заявок исполнено. Среди волонтеров – люди самых разных возрастов и профессий. Спортсмены, депутаты, предприниматели, работники сферы образования и культуры. Я в каждой пожилом человеке видел своих родителей. Если надо было для этого продукты от ВИП принести, если надо для этого мусор отнести, если надо для этого лекарства привезти, по мере возможности, все, что просили люди, и до сих пор просят. И тоже, если есть возможность, если они не занят, то стараюсь помогать. Включился в работу волонтерского корпуса и танцевально-спортивный клуб «Звездный вальс» Игоря Турукина. Преподаватели, танцоры и их родители развозили лекарства льготникам, а также помогали с продуктами пенсионерам, вынужденным соблюдать режим самоизоляции. Мы изначально начали возить врачей. То есть мы своими машинами, я на машине, сестра моя, какие-то родители ищут танцоров. Мы нашли спонсоров, опять одну из наших мам. И некую сумму посчитали и кормили обедами врачей. Сами волонтеры признаются, ничего геройского в их поступках нет. Прийти на помощь нуждающемуся в трудную минуту – естественное желание и долг каждого неравнодушного человека. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Винетово.